Друзья, всем привет! Я как-то вам уже обещала показать все-все свои средства для бровей, и сегодня я решила исполнить это обещание. Я не буду вам показывать ничего сверхъестественного, сверхдорогого. Все, что я вам сегодня покажу, это масс-маркет в основном. И я хочу сразу сказать девчонкам, которые расстраиваются, что не могут купить там Анастасии Беверли Хиллс или еще что-то такое. Не знаю, я всю жизнь оформляю свои брови абсолютно доступными средствами, начиная от Эссенс, ну я не знаю, заканчивая там Лореаль. И меня вполне мои брови устраивают, и даже многие мне делают комплименты. Так что если вы хотите увидеть всю мою коллекцию для оформления бровей, то продолжайте смотреть и желаю вам приятного просмотра. Для начала хочу показать вам две палетки, это Naked 2 и Maybelline The Nudes, такая классическая их палетка. В общем, в Naked 2 я использую для оформления бровей вот этот вот taupe оттенок, и иногда даже черным отдельные волоски прорисовываю, и очень даже неплохо получается. Делать это можно даже с помощью вот этой вот кисти, остренькой стороной. Если захотеть, то у вас получится все. И с помощью палетки Maybelline The Nudes тут, конечно, удачные цвета, и можно лучше разгуляться. Есть вот такой вот цвет, такой коричневый, их можно менять как вам угодно, и тоже получить очень неплохие брови. Так что если у вас вообще нет ничего для бровей, то можно ограничиться какой-нибудь такой палеткой, и у вас будут и тени, и что-то для оформления бровей. Такой трюк с палетками я в основном использую в путешествиях, когда не хочется тащить слишком много косметики для каждой части лица. И использую я для прорисовки бровей вот такую вот кисточку. Это Заива. Вообще она для подводки, но мне нравится ей бровки рисовать. И это 317-я кисть. Очень удачная. Я бы ее всем-всем посоветовала. Наверное, для бровей это одна из самых удачных кистей, которую я вообще когда-либо пробовала. Сюда же в категорию теней хочу отнести вот такую маленькую палетку, которая уже специальная для бровей. Это Eyebrow Styling Kit от Divash. Она стоит 3 копейки. Серьезно. И у нее есть двое теней внутри, и даже маленькая кисточка. Кстати, у этой кисточки, как мне ее достать, есть еще и маленькая щеточка. Можно растушевывать или причесывать. Я вам серьезно могу сказать, что с помощью этого набора абсолютно спокойно можно нарисовать брови и не париться. Также, у кого дома завалялись тени Color Tattoo от Maybelline, используйте их для бровей. Это классный, на самом деле, трюк. Эти тени очень долго держатся. Реально вот въедаются буквально и в кожу, и в бровь. И можно именно рисовать все, что угодно, не беспокоясь, что потом в течение дня ваши брови убегут. У меня оттенок permanent taupe. И на самом деле, для глаз мне этот оттенок, ну, как-то вообще не пошел. Я к нему равнодушна, а брови очень прикольно оформлять. Причем, чем больше вы наслаиваете этот цвет, тем темнее становится ваша бровка. А если совсем чуть-чуть, то бровки получаются светлыми. Так что, мне кажется, даже светловолосые девочки могут побаловаться этим оттенком. Дальше давайте расскажу вам про карандаши. И поругаю, либо похвалю каждый из них и чуть подробнее расскажу. Первый карандаш это Maybelline Brow Satin. Он, по-моему, называется. У меня тут все стерлось. И фишка этого карандаша в том, что это не просто выкручивающийся карандаш, которым можно рисовать до бровки. Но, с обратной стороны, у него есть фетровый наконечник, который с пудрой идет. И можно такие, ну, я не знаю, более пудровые, что ли, брови рисовать. То есть, как-то быстрее это все получается, нежели если пририсовывать просто карандашиком. То есть, такой двойной эффект карандашик для тех, кто любит более графичные брови. Можно прям их чуть ли не черными такими сделать, как татуаж. А фетровый наконечник делает такие, ну, девичьи, прикольные брови. Что могу сказать про этот карандаш? Если вы любите два в одном, что-то типа того, то почему бы и нет? Держится он не слишком долго, на самом деле. Но, в целом, неплохой. Следующий карандашик, несмотря на то, что он у меня практически уже наполовину использован, это карандаш разочарования. Это Sephora. Sephora, на самом деле, правильно говорится? Ну, я буду говорить Sephora, так проще мне и привычнее. И, вы знаете, вот он какой-то никакой. Он слишком восковый и склеивает мои бровки, к сожалению, когда я их прокрашиваю. И как-то по коже он скользит и кожу не прокрашивает. Что-то непонятное он делает. И оттенок, несмотря на то, что он сам как-то, вот, наконечник выглядит серобатом, да, ну, очень рыжим на бровях получается. И брови какие-то вот, ну, совсем ненатуральные. Не знаю, не полюбила я его, хотя к нему возвращаюсь просто, чтобы добить. Следующий карандашик, он вообще уже сточен практически под ноль. И это, на самом деле, карандаш-любимчик. Я к нему возвращаюсь снова и снова. И вот до такого состояния каждый у меня карандаш доходит. Это Пупа. Я вам все подробные названия подпишу в инфобоксе, чтобы сейчас на это не отвлекаться. И вот эти вот пуповские карандаши, они просто божественные. Они настолько естественные брови рисуют. И у них все цвета такие, знаете, вот, действительно, как натуральные бровки. И вот не прогадаешь, красишь, и получается что-то естественное. Не какое-то рыжее, не какое-то слишком серое, не какое-то слишком темное или блеклое. И приятная консистенция. Они слишком жесткие, он не слишком мягкие, не слишком восковые. Вот кайфовые брови. Я бы даже сказала, что этот карандаш один из самых лучших карандашей, которые я пробовала. И, конечно же, бонус это качественная... Ой, не открывается щеточка для растушевки того, что вы нарисовали, или просто для расчесывания бровей. Есть у меня еще один карандаш, который практически полный аналог предыдущего карандаша от Пупы. Я бы даже сказала, что он постепенно вытеснять начал Пупу, да. Это L'Oreal, броу-артиста-дизайнер. Это относительно новая у них линейка. Здесь также бонусом вот эта щеточка. Я без этой щеточки не могу. И, например, у карандашика от Sephora вот такая вот, да, щетка на зубную похожа. Ну, я считаю, что она более бестолковая, чем такая. Вот это все-таки кайфовия. Она лучше все растушевывает и прочесывает как-то, и укладывает бровь. И сам карандаш восхитительный, на мой взгляд. Последнее время у меня к нему рука так и тянется. Бровки аккуратные получаются. Как-то легко вот им рисовать. Реально легко. Если вдруг я где-то там вышла за границу, легко поправить. Но при этом он потом как-то схватывается и достаточно долго держится. Сюда же в категорию карандашиков для бровей хочу отнести помаду для бровей. Это Maybelline Brow Drama. Я думаю, вы все знаете. Смысл ее таков, что вы вот этим вот толстым наконечником за один раз можете прорисовать бровь. То есть, ну, вот такая толстая, да, полоска получается. Я сначала так и делала, когда прям такие широкие брови отрастила. Но потом, если честно, мне это надоело. Да, это выглядит очень натурально. То есть, вы один раз провели, и у вас такой вот полотенок какой-то на бровях. Если второй раз провели, так поярче. Но есть такая большая опасность, что если у вас узковатые брови, вы можете выйти за границей. Все это, конечно, будет видно. Я придумала для себя трюк с этой помадой. Вот, слушайте, берите на заметку, у кого эта помада пролеживает. И без дела она осталась. Берете кисточку, набираете на нее сколько вам надо помады. Конечно, это достаточно муторный способ. Ну, не знаю, за пять минут вы нарисуете брови, почему бы и нет. И начинаете рисовать. Для тех, кто любит матовые брови, я хочу заметить, что если вот этой помадкой напрямую красить брови, то получается, ну, не свечение, а какой-то вот естественный блеск, как у натурального волоса. А вот если с помощью кисточки наносить, то почему-то бровка абсолютно матовой получается. Также у меня есть фломастеры для бровей с тонким-тонким наконечником. И мне иногда нравится ими баловаться, потому что фломастерами можно каждую волосинку прорисовать и сделать реально гораздо более широкими брови. И никто не догадается, что они у вас нарисованы. И, конечно, если не будет вот так вплотную смотреть. Первый у меня такой фломастер это Бари М или Бари М. Я его сейсис заказывала. В принципе, это как подводка. Рисует он тоненькую, темно-коричневенькую линию. И эта линия практически сразу засыхает. Так что надо быть предельно быстрым и внимательным. И рисовать сразу на чистовик, скажем так. Потому что возможности подправить практически нет. Если начать поправлять, все это размазывается в единую сплошную линию. И вся фишка отдельно прорисованных волосков пропадает. И второй карандашик это Диваж. На самом деле это лайнер для глаз, для стрелок. Но я использую иногда его для бровей. То есть я могу, например, нарисовать карандашиком себе брови. И вот этим вот точечно какие-то отдельные волоски прорисовать. И кайф этого продукта в том, что он очень стойкий. Настолько стойкий, что вы свои брови потом не сможете, наверное, ничем еще очень-очень-очень долго смыть. Поэтому если где-то у вас есть плеш в бровях, можно купить, выбрать какой-то нужный оттенок и незаметненько прорисовывать. И к тому же Диваж, ну как мы знаем, очень бюджетная косметика. Туши и гели для бровей. Я в основном от них от всех избавилась. Надоела. Делают они все примерно одно и то же. И оставила две штучки. Первая это Maybelline Brow Drama, еще предыдущая версия, которая была с такой неудобной кисточкой. И я эту неудобную кисточку подрезала. То есть вот этот шарик, который был на конце, я его плоскогубцами или пассатижами, короче, какой-то штукой такой взяла и откусила. И получилась такая маленькая-маленькая кисточка, которая очень мне теперь нравится. Удобно ей как-то и фиксировать бровки, и немного прокрашивать. Вообще, даже этим гелем можно пользоваться отдельно от всего. То есть, если вы слишком сильно торопитесь с утра, быстренько так провели, подкрасили. И вроде такие уже более яркие, более выразительные брови. И все можно чесать куда вам надо. И вторая тушь-гель для бровей. Это Divash Brow Sculptor. Я не знаю, многие девушки ругают этот гель. Говорят, что фуфи, бе. А мне он очень нравится. Кисточка, ну я бы не сказала, что слишком удобная. Неудобная, но вполне к ней можно приноровиться. Стоит он недорого. И опять же, как-то вот это последний такой штрих в нарисовке бровей. Если можно так выразиться, да. Вроде карандаш он-то сделал. И, ну, нормально. А этим уже как-то так уложил, немножечко подкрасил. И идеально, на мой взгляд, получается. Также у меня есть трафареты для бровей. Это Divash. Они уже в таком ужасном, на самом деле, виде. Одно время я им нечасто пользовалась. Но сейчас редко к ним возвращаюсь. Здесь несколько трафаретов. Вы прикладываете их вот так вот к бровке. Тут дырочка. И начинаете закрашивать свою бровь. Лучше всего это делать с помощью теней. Ну, либо с помощью карандаша. Но с помощью теней как-то получишь. Получается. Если вы хотите побаловаться, посмотреть, какая вам форма бровей идет лучше. Или просто перейти вообще на какую-то другую форму. То очень даже интересная вещичка. Здесь пять трафаретов. Можно выбрать все, что угодно. Получить любые брови. Также давайте расскажу вам, как я окрашиваю свои брови. Именно краской. И чем я удаляю лишние волоски. На самом деле, тема удаления сейчас не очень для меня актуальна. Потому что я брови сейчас отращиваю. И практически их не выщипываю. Прямо редкие какие-то волоски, которые уже буквально на подвижное веко лезут. Их я убираю. А так пусть все растет, как растет. Есть у меня несколько пинцетов. Абсолютно каких-то обыкновенных. Мне кажется, я их где-то в подружке покупала. Ну, не знаю. Для тех, кто отращивает брови, на самом деле, это не очень актуально. И иногда пользуюсь вот такой вот штукой, которую я вам показывала в предыдущем своем видео про покупки с Алиэкспресс. Это такое лезвие. Вот реально, когда лень, там прям совсем выдергивать брови или куда-то пинцет подевался, можно аккуратненько их подбрить. Это дает такой эффект, знаете, как инстаграм брови. То есть тут все абсолютно гладко. Тут все абсолютно гладко. Нет никакого пушка. И занимает это 3 секунды. И теперь, чем я крашу брови. У меня есть вот такая вот коробочка от Биоре, от салфеток. И в ней я храню все эти примбамбасы для краски. В общем, брови я сейчас крашу краской рефектоцил. Да, она достаточно маленькая и при этом дорогая. Где-то рублей 700. Но это того стоит. Поверьте мне. Почему? Потому что, во-первых, она очень стойкая. Бровки, именно сами волоски будут у вас окрашены минимум 2 недели. А то и больше. Может быть, даже 3. Плюс после самого окрашивания еще где-то неделю краска держится на коже. И получается, что брови вообще не надо подкрашивать. То есть вы с утра можете выйти так, как есть. Единственное, что у кого прям совсем какие-то длинные брови, можно их уложить чуть-чуть гелем. А именно сама прокраска и форма у вас уже будет готова от этой краски. К этой краске есть отдельная специально проявляющая эмульсия. Но я ее не покупала. Сэкономила я. И я пользуюсь эмульсией от Estelle 6%. Не знаю, и нормально она работает с этой краской рефектоцил. А вот эта эмульсия была уже в наборе к краске такой вот также от Estelle. И эта краска Estelle, видите, огромный тюбик. Она продается в любом магазине. Магнит косметик, рубль бум. Какие там такие есть еще, да, магазины. Ее хватает реально надолго. Но красить надо брови с ней, ну, каждые пять дней. А то и четыре. Она быстро очень вымывается. И да, ребята, это была вся моя коллекция для оформления бровей. Некоторыми продуктами я очень редко пользуюсь. Некоторыми гораздо чаще. Сейчас, например, у меня в фаворитах это карандаш от Pupa. И также мне очень нравится использовать кисть от Заива вместе с тенями Maybelline Color Tattoo в оттенке Tau. Оставляйте свои комментарии под видео. Рассказывайте, чем вы оформляете брови, дорогими средствами или бюджетными. Если вам не жалко, то поделитесь пальцем вверх. И также заглядывайте в инфобокс. Я там напишу все уже подробные названия всех продуктов. Спасибо большое, что были со мной, что досмотрели это видео. И до встречи совсем скоро. Субтитры сделал DimaTorzok